Любимый город может быть красивым. В республике готовятся к онлайн-голосованию по объектам благоустройства. Проектные семинары стартовали в городе Шумерле и поселке Вурнары. Федеральный проект формирования комфортной городской среды в корне изменил отношение жителей к местам, где им выпало жить. Возможность личного участия в обсуждении вопросов благоустройства усилили активность населения. Когда проект начал задумываться, мы приняли решение, что будем делать это открыто и с обсуждением привлечения общественности. Мы шли в школы, мы шли в народ, мы для этого вывешивали большое количество объявлений, афиш. Это уникальная история и уникальный случай, когда жители сами с самого первого дня, еще когда даже проекта не существует, они формируют повестку будущей территории, где сами будут жить. Что больше всего нужно? Спортивная площадка или детский городок? Хорошая дорога или уютный сквер? Эксперты с равным интересом готовы выслушать любую точку зрения, любое предложение. На семинар в Шумерле пришли представители общественных советов, местные депутаты, горожане, в их числе школьники и студенты. Разбившись на творческие группы, в течение некоторого времени они разработали мини-проекты общественных пространств и представили их специалистам. Мы делаем акцент на нашу молодежь, на наших детей, которые растут у нас каждый год. Поэтому зона первая у нас от 0 до 12. В Шумерле хотят благоустроить сквер имени Вадима Скоржевского и центральную площадь с примыкающей к ней частью улицы Октябрьская. В Урнарах уже реализуют третий этап благоустройства центрального парка. Предложения и инициативы готовят в 25 муниципалитетах. Эти мероприятия, они, скажем так, вовлекают опять-таки жителей, которые будут участвовать в этих процессах. В то же время они будут вовлечены, скажем так, в рейтинг в Оксане уже через другую сторону, через участие в проект. После того, как определятся те территории, которые будут благоустраиваться в 2022 году, начнется процесс уже работы над созданием проекта смертной документации и выход уже на аукционы по реализации. По каждому проекту необходимо представить не менее двух дизайн-вариантов. Все они должны быть загружены на платформу в срок до 15 марта. Общественные пространства, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в приоритетном порядке. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе за.городсреда.ру.